Угадайте, сколько все это стоит? Ладно, ладно, не думайте долго, я вам все расскажу. Чуть больше 500 долларов. Да-да, чуть было мы не потратили, но на самом деле в этом видео мы покажем, как можно купить то, что стоит больше, чем 500 долларов, всего лишь навсего, за 70 долларов. Поэтому присаживайтесь и погнали. Добро пожаловать всем нашим постоянным зрителям, также всем, кто новые забежали к нам на огонек, всем добро пожаловать. Я знаю, может быть, вы привыкли обычно люто здесь, но сегодня буду я. Поэтому вместе посмотрим, что же она там купила. И кроме этого я вам еще расскажу приколы, которые с ней случились в этом магазине. В общем, сейчас мы все это уберем и по одной вещи будем рассматривать. Поехали. Распаковочка потерянных посылок. Насчет потерянных посылок вы уже все знаете, мы тысячу раз вам рассказывали, что это возможно потерянные, возможно не потерянные, возможно возврат, возможно еще что-то. Это у нас бренд, который продается в Таргете. Значит, давайте посмотрим. Вот такой набор тарелок, 12 тарелок. Так, значит, значит, значит. Здесь у нас он выглядит вот таким образом. Давайте возьмем и что-то откроем, и что-то посмотрим, правильно? Потому что ну надо же нам хоть что-то открыть. Так, и что же мне открыть вот здесь? Вот видно, кто-то уже открывал. Значит, давайте поглядим вместе с вами. Опа! Вот такие вот тарелочки. Так, это у нас просто пыль. Значит, вот такие тарелочки. Синие для снижения аппетита. Да, темно-синие. Получается всего 12 штук их. В этом набор из 12 штук. Значит, по 4. По 4 каждого вида. Тут маленькие. Это у нас не глубокие, а здесь глубокие, я так понимаю. Это ты самую большую? Не, не самую большую достал, да? Ну да. Наверное, не самая большая. Но она такая немножко глубокая. В общем, сегодня у нас была закупка все по 6 долларов. Каждый ящик или каждая вещь, которые нам попались, они стоили в реальности 6 долларов. Мы заплатили за них. А цена этих тарелок, что-то там чуть больше 70 долларов. Скриншот здесь будет. Смотрите, там будет точная цена. Вот. Это первая наша коробочка. Мы с вами распаковали. И пока я запаковываю, давайте я вам расскажу ситуацию, которая у нас случилась, когда Люда покупала эти посылочки. Просто улыбните вместе с нами. Значит, решили мы, что она поедет в новую точку, куда-то там в Фолсом. Да ладно, я даже скажу, какая точка. Фолсом, Фолсом был. Значит, ну поехала она туда. В общем, я поехал на работу. Звонит она мне и говорит, спасай, пропадай. Значит, она заскочила. Какой номер у тебя был, кстати? 30, там же 40, да? Да, где-то так, но не сильно большой номер. Но проблема в том, что первый раз у меня, что при таком номере зашла, и там не было уже тачек. И все. Я ни одной сумки не взяла, ничего. Но вы представьте, как можно по магазину сходить с таким количеством коробок в руках. В общем, поэтому она в углу там забилась, отбегала на секунду из угла, в какой-то там корзине что-то искала, опять возвращалась. Ну вот такая история. Поэтому я приехал уже, нашел ей тачку. Вот заодно посмотрел ребят, которые были номером 4, как они закупились. И подумал, да, нам надо что-то делать, чтобы тоже попадать в первую десяточку. Потому что там явно поинтереснее было закупочки. Нужно за неделю раньше очередь занимать. Надо за неделю занимать очередь, да, 100%. Вот такие дела. Хорошо, идем дальше с вами. Первую посылочку мы распаковали. Так, ну что, и как вы знаете, что мы много покупаем вещей в этом магазине. Это магазин Falling Price в городе Сакраменто, кстати, мы в Калифорнии находимся. Для себя, а также на подарки. Сейчас у нас приближается Рождество, поэтому много на подарки. Ну, наверное, вот эти вещи поставим на продажу. Я не знаю, тарелки, возможно, поставим на продажу. И следующая коробка, это у нас штука, которая делает фондю. Фондю мейкер. Фондюшница. Да, фондюшница. Так, давайте смотрим. О, вот такое я видел на картинке, когда искал. Значит, вот такая вот штука. Ну, можно либо сыр, либо шикар. Кастрюля, короче. Здесь подставочка, на которой она греется. Эта кастрюля, не буду ее уже доставать. И тут такие штуки, в которые закладываются, например, там всякие овощи. Это что такое? Ну, вилочки. А, вилочки, да? Да. Окей. Это само дно, которое... Подставка, да? Которая дверь. Да, да. У нас не зеленая, черненькая. Да. Ну, в общем. Предлавишь снять такие мелькопленки? Ну, давай. На нее ставится... Вот сюда шнур. А шнур где? А шнур здесь. Вот он, здесь шнур. Все есть. Приктовано, все в порядке. Я, когда ее покупала, думала, что можно ее попробовать поставить на продажу. Она стоит... 50 долларов. Примерно 50 долларов. Но если ее поставить за долларов 35 и за 30 выторговать, то неплохо. Половину наших покупок бы купилась. Ну, да. Даже за 25, скажем так. Всего мы затратили сегодня... Мы будем распаковывать с вами 12 разных коробочек. И получается... 12 коробочек по 6 долларов. 72 доллара получается. Как-то так. Значит, так, все. Я запаковываю обратно. Следующая коробочка у нас вот такая. Совсем небольшая. Ну, что же в ней? Так, есть у нее не в кадре, но умничать не можно. Ну, конечно. Это штука, на которой можно перевозить танки. Так, там было написано. Не, нарисовано. Я вам сейчас покажу. Смотрите. Я не шучу. Видите? Танк нарисован. То есть, на вот этих штучках. Вот так вот подставляешь под 4 колеса. Ну, у танка там больше, конечно. Клес. Ну, в смысле, можно достаточно большой вес для таких штук, такими штуками перевести. Вообще-то для перевозки двигания мебель. Для женщин, которые любят делать перестановку в доме без мужа. Вот, вот так поставили. А чтобы подставить, использовать вот эту штучку. Давайте я вам просто покажу, как это работает. Смотрите. Ставим сюда стул. Так. Смотрите. Опа. Ой. Так, сейчас мы поставим. Слушай, стул это не танк. Не танк? Ну, помогайте мне кто-нибудь. Подставьте под стул. Вот, зато будут все знать, как это работает. Вдруг кто-то не знает. Вот этой штукой, если что, ну, я шучу, конечно. Стул приподнимаем, не надо приподнимать. И поехали. Ты что, мне сейчас дырки в столе сделаешь? Сейчас она скажет, зря я не снимал это видео. С твоими фокусами. В общем, у нас позитивное настроение. Надеюсь, у вас тоже. Ставьте лайки, поддерживайтесь. Друг, первый раз на канале подписывайтесь. Поехали. Давай следите. Давай следующее. Колеса для перевозки танка стоят 35 долларов. Мы их купили за 6 долларов. Итак, следующая коробочка. Написано Avenue. Не знаю, почему Avenue. Ну, в общем, открываем ее вместе с вами. Я думаю, что это название фирмы. Да, конечно. И здесь мы видим кран. Явно кран на кухню или ванную. Сейчас мы его откроем, развяжем. И посмотрим, что там за краник. Я думаю, черного цвета. Такой моднявый краник. И я думаю, что я один уже такой продал. Вот это, кстати, хорошо перепродается. Да. Такие вещи. Значит, он вообще стоит 50 долларов. Я думаю, что это не для кухни. Это для ванны. Да, для ванны. В стиле... Я, кстати, у твоей племянницы дома видела так похоже. Да, да. Сколько он стоит? 50 долларов. Мы купили за 6. Поэтому, ну, я думаю, тоже достаточно классно. За долларов 30, ну, реально, если ставишь, его можно продать. Да, реально, долларов за 30, 25. Да, вот сейчас буквально у меня... Сейчас стоят на продаже несколько вещей. Мало. Очень много не поставил. Значит, и за одну вещь... Это получается одна вещь, знаете, что? Это получается штука, которая подготавливает лыжи к катанию. Там, щеточки. Короче, специальный набор для ухода за лыжей. Вот я поставил его за 99 долларов. Значит, я поставил его за 99 долларов, потому что цена его была там что-то 120, 150, что-то такое. Вот. И мне человек уже написал, говорит, 50 долларов даю. Ну, я решил повыделываться, говорю, 90 давай. Он не торгуется, все, исчез, молчит. Ну, ничего, дождемся кого-нибудь за 50, то есть легко его продадим. Ну, надо все вот эти вещи тоже ставить на продажу. Этот краник тоже, значит, я сказал, цена 50 долларов, мы купили за 6. Следующая коробка явно потерянная. С адресом? Ну, нет, адреса нет, как бы, но... В общем, нет, адреса нет. Ну, какая-то, короче говоря, посылочка. Значит, открываем ее. И что мы имеем? Мы имеем свечки. Вытаскивай все. Все? Ну, хорошо. Я уже вытащил одну. Вот 4 одинаковые свечки здесь. Так. Новогодние. Нюхаем. Ну, как-то. Запашок такой, ну, своеобразный. Запах... Это чего запах? Запах дров, ванили, хвой. Да, да. В общем, вот такая свечечка стоит, мы нашли ее на Амазоне по 10 долларов за штучку. У нас 4 свечки. То есть, соответственно, общая цена 40 долларов вот на эти свечки. Мы купили за 6. То есть, получается, по 1 доллар 50. Я планирую оставить одну себе и 3 штуки сейчас можно... На подарки. ...то подарить, да. Классно. В общем, насчет того, куда мы собираемся деть, по этим планам все к моей жене, не ко мне. Я просто поддерживаю, распаковываю и показываю. Это да. Следующая коробка. Как вы понимаете, это обувь. Естественно. Мы знали, что там. Это босоножки. И Люда их купила с расчетом для Захарика. На вырост. У Захара очень быстро растет наган. Сейчас они на него большеваты. Но очень хорошая модель. Легкие, легкие. Часто такие попадают со стежеволой подошвой. И это очень легкие босоножки. Я просто не смогла пройти мимо. И по принципу, как там говорят, готов в санке летом. А зимой что, плох? Не знаю. Не помню, кстати. Что там? Такая пословица какая-то была. Напишите в комментариях, что там говорят. Я зимой приготовила босоножки Захару на следующий год. Значит, цена их на Амазоне я нашел за 2. 28 долларов. Точно такие же. Значит, скриншот прилагаем. Мы купили за 6, напоминаю просто. Все, поехали дальше. Так, эту коробочку мы взяли специально для подарка. Нет, для гостей. А, ну для гостей. Так, чтобы на стол, когда чай говоришь, выбирайте. И чтобы в мешках открывать, какого чая выбирать. А коробочку. Вот я думал, что хоть в этом я так все правильно угадаю. А не тут-то было. Ну давай его даже откроем и посмотрим. Так как мы ее не будем дарить, а себе распаковываю ее, посмотрим. Ну сейчас посмотрим. Это набор... А зубами можно распаковывать? Ну попробуй. На камеру. Да если хочешь на комплименты нарваться, ну делать. вот как коробка конфет, так и пачечки чая. Ой, они все перемешались. Ну мы сейчас безназвожим. Выглядит очень красиво. Такие симпатяши. Да, согласен. Вот это сюда. Это у нас сюда. Раз, два, три, четыре. Вот так выглядит, да. Шесть видов, да? Да. Вот, вот такие вот чай. Я думаю прикольно. Главное есть какой тут чай. Черный, черный меня интересует. Я люблю черный чай. Распаковывать будем? Слушай, ну вот эту штуку... Подожди, ты нашла ее? Или я? Ты, да? Опять ты. Я думал, что я хоть что-то нашел. Да ты там ничего не смотришь. Я пришел в тачку, главное, тебе пригнал, да. Это у нас наушники. Цена их там что-то в районе между 35 и 40 долларов. Мы купили за шесть, как вы понимаете. Они получаются такие спортивные, за уши. Можно под дождем, они в воду непроницаемые говорят. А интересно, в душ можно у них ходить? Ну, чтобы угробить, то можно. Я в своих умудряюсь иду в душ. Ну, понятно, в общем-то. Значит, вот такие дела. Поэтому вот такие наушнички, думаю, тоже очень-очень неплохая покупочка. Мне нравятся лично. Они, думаю, больше для спорта предназначены, потому что цепляются за ухо вот. Для бега, для велосипеда. Вот беспроводные наушники, да, для спорта. И сразу же следующее. Ну, уже не ящик, а просто упаковочка. Это что, постельное белье, я так понимаю? Это под одеяльник и две наволочки. Вот этой фирмы, которая с Таргета модная. Крутая фирма. Да, да. В общем, вот такой вот стиль. Сами смотрите. Цена ее, я не помню уже. В районе 50 долларов. Я думаю, что давай скриншот приложим. Да, скриншот здесь будет, смотрите. Цена его дорогая. За 6 долларов это за счастье купить под одеяльник и две наволочки. Я думаю, что когда у нас появятся внуки, они будут очень любить ходить с нами в этот магазин. Ну, наверняка, да. Это ты, наверное, приготовила уже для кого-то из наших внучат? Да не, еще ждать. Не, ну у нас же есть Тима, Рома, Дева. Да, и там еще скоро будет кто-то. Поэтому ты для кого-то из них, наверное, при этом говорила? Не знаю, для кого, но я вам могу сказать, что это просто суперская цена. Но за 6 долларов купить такой магнитный набор. Ну, он у нас запакован. Ты хочешь открыть? Ну, наверное, надо было подкрыть. Сейчас тебе дам ножичек. Давай. Так, открыли. 105 штук здесь находится. Давайте посмотрим, что же внутри. Бам-бара-бам. Они все на магнитах или нет? Не знаю, проверяем. Да. Конструктор с магнитами внутри. Оно прям магнитится. Раз, раз, одно к другому. Так вот. Вот магнит. Вот так вот берем, например, раз. Опа, раз, два. Не конструктор, а мечта. Вот просто, видите, да? О, ты, видишь, даже играешь. Захар у нас уже немножко вырос с таких конструкторов. Но это просто очень классный подарок. Я мимо пройти не могла. За 6 долларов магнитный конструктор. Сами смотрите. Везде есть, короче говоря. Я не знаю, в этих запчастях есть ли магнитный. Повезет же кому-то. Да, 100%. Не знаю, кому-то повезет. Мы еще не решили. Но готовимся, вы понимаете, что цена его в магазине около 50 долларов. Да. В общем, вот такие дела. Я думаю, классная эта покупочка. Ты молодец, жена, что выбрала такой классный конструктор. Что это за штука? Это штучка, которую мы знали. Тут она не одна, тут таких три. Раз, два, три. Вот. Значит, это такой пластилин типа. Штуки, которые лепить можно. Ты даже знаешь. Это штуки, которые прилипают к волосам, к вашему ковру. И потом не уперешь ничем. Это современный репях. Не знаю, кто из вас знает, что такое репях, который цепляется за волосы. Это девочки, может быть. Play foam написано. Они шарики. Они действительно такие немножко липкие, как типа пластилин. С него можно формочки какие-то делать. Не рекомендую цеплять на волосы. Ну, конечно, оно нормально цепляется. Но если что-то такое махровое, то не очень хорошо. Да. В общем, мы купили эти три штуки за шесть долларов. По два доллара штучка. Цена их в интернете 11-12 долларов за одну штучку. То есть 36 долларов три штучки. В общем-то, как бы оно мне не напоминало репях, но детям нравится этим играться. Вот так вот. Поэтому ты взяла их. Да, я взяла. Ну, а я поддерживаю все дела. Под мой контроль. Кому-то на подарок, а кому-то вот придут малые играть события. Так, ну и напоследок я все-таки решилась появиться в кадре сегодня. Что-то у меня и настроения на это не было. Ну, ладно, не буду оправдываться. Вот такая вот классная сумка. Эта сумочка, почему я решила появиться, потому что Петя будет сложно объяснить. Эта сумка для мамочек. В общем-то, чтобы сюда положить все, что необходимо. Все, что... Так, что у нас есть? У нас есть в это отделение. Вот. Ух ты. Чего-то много. Ну, у меня не было такой сумки, как когда... Я была... Когда у меня были малые. Ну, так вытаскивается. Там еще внутри есть. Это что, кроватка, что ли? Типа кроватки. Можешь поставить, но можешь... Здесь есть внутри еще. В общем-то, в сумке... Там горшок есть? Если нет, горшка нет. Есть место для памперсов. Тут есть вот палочки. Слушай, правда кроватка? Которые вставляются. Может быть, если бы где-то, ну, не дома, что ребенка положили на диван, чтобы он не упал. Я не знаю, эти палочки, наверное... Где-то они фиксируются, чтобы для жесткости. В общем-то. Есть еще... Это можно использовать... Ну, вообще... Как бы можно... Не то, что для кроватки, а для переодевания ребенка, чтобы он не упал. Положил ты туда его? Видишь, матрасик на мягкость. Ничего себе. Можешь на землю. Положил ребенка? Сюда положил, переодел. И, ну, сам все поставил. Слушай, я бы это точно не объяснил. Это в одном отделении. Ну, в общем-то, тут есть место для памперсов. Есть вот такое вот отделение, где можешь поставить бутылочки. Оно как термос. Вот материал такой немножко там с поролончиком, как термос. Если бутылочки с молоком, то на искусственном вскармливании. Короче, куча-куча разных кармашек, всяких прибамбасиков, рюкзак для мамочки. Вот сбоку, к примеру, очень удобно для влажных салфеток. Положил, чтобы не доставать отсюда отделение. Здесь, возможно, не знаю, для чего-то еще то, что нужно для мамочки. И даже, даже продумано. Ты могу, скажи, видишь? Это что такое? Ух ты! Будешь подключить сюда, как, я не знаю, пауэрбанк туда положить, телефон зарядить. Или еще что-то. Короче, современная сумочка. Современная сумочка. Стильненькая, серенькая. Многофункциональная очень. У меня уже есть на примете пару человек, кому можно ее подарить. Кому еще подарю, не знаю. Но про тех, кого думаю, я думаю, что им понравится такой цвет. Вот. Вот такая вот сумка-рюкзак. Для мамочек. Сюда, может быть, для соски. Закрытая. Может быть, еще для чего-то мелкого. Для какого-то прибамбаса. В общем, на что придумаете так? Вот. Так, ну что, друзья. В общем, итог таков. 12 посылок. Мы купили по 6 долларов. Типа посылок. Ну, посылок. Ящиков, коробок, упаковок. Я не знаю, как хотите, так и называете. Кто-то назвал их там потерянные посылки. Пусть будут потерянные. Значит, 12 штук, тем не менее. Значит, каждая по 6 долларов, это получается, не ошибаюсь, 72 доллара. Правильно? Немножко там они еще набегают какой-то. Налоги. Окей. Да, нет проблем. Значит, цена, за которую все это дело можно продать, 524 доллара. В смысле, не можно продать. Можно купить. Можно было бы купить. Обычная розничная цена. Продать, я думаю, реалистично долларов за 250, вот так, в среднем 300, возможно. Ну, посмотрим. В общем, что-то выставили на продажу, что-то оставили себе, поэтому нам сложно сказать, насколько мы продадим. Ну, я думаю, что продав пару вещей, тут некоторые, которые мы наметили из этого, все остальное мы получаем бесплатно. Ну, да. В общем-то, это еще один метод экономии. То есть, мы это делаем больше не для того, чтобы заработать, но покупаем вещи, а в том, чтобы вещи, которые нам нужны, получить бесплатно. И порадовать близких, друзей, знакомых хорошими подарками, при этом сэкономим на их покупки, да, таким образом. Поэтому, друзья, если вам нравится такой контент, наша семья, наш канал, добро пожаловать. Подписывайтесь на канал, поделите нас лайками, ваши комментарии ждем внизу под видео. И увидимся в следующем видео. Всем пока!